Хочу начать с одного местописания, которое меня коснулось. Это Псалом 49, стих 15. «И призови меня в день скорби, и я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Я очень часто слышу, что когда человек скорбит, он приближается к Богу. Но проблема в том, что иногда мы считаем Иисуса сам собой разумеющимся. Нам кажется, кому нужен Иисус, когда жизнь легка? И когда жизнь легка, у нас особо нет больших нужд. Мы забываем про Бога, и Он становится все дальше и дальше от центра нашей жизни. Он все еще там, но у нас сердце наполнено суетой. Иисус там сидит с краю, если что, помолюсь Ему. Мир опасный, мы увлекаемся им очень легко, потому что мы Его видим, а Бога мы не видим. Бога мы духом чувствуем, и нам надо это не забывать. И вот я сама сочинила стих о том, где наше сердце действительно лежит. Мы часто сидим на собрании, но внутри мы летаем. Я сама замечала, что я сижу, вроде бы смотрю на пастора, но мысли у меня вообще не здесь. В таком обстоятельстве нам надо спросить самого себя, зачем я здесь по правде? Если я здесь сижу, но в пользу мне это не придет, я просто время трачу. Где мне больше стоит быть? Стоит человек у небесных ворот, прожил легко жизнь, пролетел его срок, но нелегко себя чувствовал, немного сомневался, что нечасто в его жизни Христос проявлялся. И услышал слова он, приветствую, сын, пришло твое время, давай поговорим. Господин мой, сказал человек ныдливо, могу я зайти, ведь там так красиво. Ты веришь, что достоин небесного царства? Я вот смотрю, твой дух жаждет лекарства. Чего, сказал он, выпятив глаза. Я ходил на собрание, не совершал я греха. Появляется экран, и человек смотрит на себя. Сидит на собрании, сосредоточены глаза. Вот видишь, сказал он, я слушаю слово. А ты послушай мысли, сказал Бог, гуляют они снова. И услышал он мысли про работу, семью. В один момент глаза закрылись, подумал он, посплю. Пролетела проповедь в одно ухо из другого. Последнее, что думал, это о Господа Бога. Я просто устал, сказал он отцу. Длинный был день, бодрствовать не могу. Мотается жизнь, появляется он дома. Сидит за телевизором, отдыхает он снова. Меняет каналы и проповедь включает. Зевнул пару раз, слушать слова не желает. Показывает Бог, опять он в церкви сидит. Но в этот раз он даже вверх не смотрит. В руке новая игрушка, похожий телефон. Я быстренько дела проверил, оправдывается он. Но в сердце он знал, что неинтересно ему петь и молиться и стремиться к Христу. Он понял, что слишком увлекся он миром. Скучно ему стало ходить с Иисусом. И сказал он отцу, теперь я понимаю, ведь сердце лежит там, где мои мысли гуляют. Аминь. Аминь. Аминь.